Здравствуйте! С вами передача «Нагребные волны» и я, ее ведущий, Тимофей Хромов. В этом году мы отмечаем 100 лет со дня Великой Октябрьской революции. И сегодня нам предстоит перелистать страницы истории, узнать интересные факты из художественной жизни революционного времени, познакомиться с легендой об Орленке, познать профессию связиста и выучить несколько морских терминов на английском языке. На связи с нами наш корреспондент Владислав Кочешев и его репортаж «Революция 1917 года». К началу XX века во многих странах мира уже не было единолазной монархии, но в России она по-прежнему существовала. «Россия правил император Николай II». Самодержавной России все зависело от личности царя и умения найти толковых помощников-министров. Романовы правили 300 лет, зачастую царь становился лидером нации по борьбе с наземными захватчиками. Вспомним отечественную войну 1812 года или «Смутное время». Но Николай II оказался слабым правителем. В 1914 году Россия была в нужном ступени подготовлена в Первую мировую войну. Пропасть между простым народом и властью росла. И Николай II оказался бессильным и стрелить надвигавшуюся катастрофу. 23 февраля 1917 года в Петрограде началась февральская революция. Отряды рабочих и солдат захватили правительственные здания. Чтобы останеть кровопролитие Государственной Думы, было решено отречь Николая II престола. И 2 марта 1917 года Николай II трехсад престола. На этом закончилось 300-летнее правление Романовых. Было создано Временное правительство. Но Временное правительство не оправдалось в их надежде, не смогло улучшить поставки хлеба и снизить его цены. А главное заключить мир. Народ стал жить хуже, чем при царе. Не было доверия как у простого народа, так и у лидеров общества. Это и дало шанс революционным партиям. Самой активностью была партия большевиков с главами Владимира Ильича Ленина. Лозунг большевиков был «Фабрика рабочим, земля крестьянам, мир народам». В ночь 6 на 7 ноября 1917 году отряды рабочих и солдат захватили Зимний дворец, заседало Временное правительство. Временное правительство пало. Эти события были названы «Октябрьская революция» или «Октябрьский переворот». Вскоре на большую часть территории России была установлена советская власть. События революции отразились во всех видах действенности человека. О том, как сложилась художественная жизнь в годы революции, расскажет нам наш репортер Владимир Киреев. 1917 год. Русская революция. События никого не оставили равнодушным. Живописцы, скульпторы, архитекторы так или иначе откликнулись на революционные перевороты. У одних замысел возник тотчас, другим нужно было время, чтобы осмыслить происходящее. В Москве и Петрограде художественная жизнь не замирает. События сменяют друг друга. После закрытия экспозиции ехали в Петроград. В числе комиссаров, раздевшихся в 1917-1918 год по самым глухим уголкам огромной стороны, было немало художников. Они вели работу по сплочению мастеров, раскаяют талантливую молодежь. Начинается новая художественная жизнь в сложнейшей обстановке. Основную роль в то время играет искусство плаката. Художественная агитация, оружие, говорящие языком лозунгов и образов. Искусство обретает новые черты и особенности. Выходит на улицы, вливается в общественную жизнь, влияет на события времени. Искусство и народ даже стали единое целое, прозвышавшись в листоках того времени. Что же все-таки удалось осуществить? Какие предметы быта стали истинными произведениями искусства? Прежде всего, в Советской России это агитационный фарфор. С фарфоровой посуды звучали лозунги. Кто не работает, тот не ест. Земля трудящимся. Фарфор, расписан лучшими художниками, стал составной частью агитации. В первых ряду стоял Сергей Чехонин. Но на первое место вышло искусство плаката. Плакат заговорил на языке, доступном широким массам. Он взял в себя роль агитатора, во многом определив искусство 20-х годов, в стране, где произошла революция. Самым лучшим плакатом стал плакат Дмитрия Моры, властно призывая встать на защиту за воевание республики. В Москве и Петрограде возводили памятники, мемориальные доски в честь революционеров. Этот период был бурным и продуктивным и для живописи. Совершенно точно, в символической форме, грандиозную перемену в жизни, передает картина Париса Кастодио «Большевик». И каким драматизмом наполнена картина смерти комиссара Петра Воткина. А знаете ли вы, кто такой Орленок? И как это имя связано с революцией? Об этом нам расскажет наш репортер Михаил Лукиных. Общество не может существовать без идеологий, героев и мифов. Особенно в деле воспитания детей. Времена меняются, меняются системы ценностей. А легенды о Союзе. Существует такая легенда. Шла гражданская война. Родителей мальчика убили. Сирота пошел через темный лес к дальним родственникам. По дороге он встретил большой отряд, которые его приютили, обогрели, научили играть на трубе и прозвали Орленком. Орленок воевал за советскую власть. Однажды отряд оказался в тех же местах. И Орленок все-таки отпросился у командира сходить к дальним родственникам. Но только он шагнул в лес, как сразу увидел, что крадутся враги. Он достал трубу, протрубил тревогу, и его убили. Но отряд не удалось зарастать врасплох. Враги были разбиты. В 1957 году в прокат вышел фильм Орленок. Сюжет его. В 1941 год небольшой украинский городок был окружен немцами. Юный партизан Валя Катко был назван партизанами Орленок. Он помогал им добывать оружие и следить за немцами. Однажды Орленок взрывает с себя гранатой. Прототипы юного героя, героя Великой Отечественной войны, Валя Котик и Марат Козей. Поэтому имя Орленок стало нарицательным для любого юного героя. Самое позднее изложение легенды мы можем увидеть в мультфильме 1968 года. Это классическое произведение фантастики. Гуляя по музею революции, пионер 60-х падает в прошлое. Дело в том, что юные белогвардейцы ведут Орленка на расстрел. Ведь Орленок – красный трубач по имени Василий Степанов. Он хмур, но не падает духом. И помощь действительно приходит в лице сверстника, пионеры будущего. Но истоки очевидно скрыты в песне 1936 года. Орленок, Орленок, взлети выше солнца, И степи с высоток гляди. Навеки умолкли веселые хлопцы, В живых я остался один. На ветерах волны веселые хлопцы, В живых я остался один. Орленок, Орленок, взлети оперенье, Собою затми белый свет. Не хочется думать о смерти, Поверь мне, 16 мальчишеских лет. Не хочется думать о смерти, Поверь мне, 16 мальчишеских лет. Существует много версий о прототипе. Ясно одно. Именно юные герои положили начало Одной из самых ярких и грозных легенд Советского Союза. О бесстрашном трубаче большого отряда, Который сражался и совершил ценой своей жизни Незабываемый подвиг для всей страны. Рубрику «Морской английский словарь» Продолжит наш репортер Антон Попов, Который познакомит нас с морскими терминами, Начинающиеся на букву английского алфавита «ди». Д – for deck Deck – is a floor of ship, Especially the upper, Open level extending for the full length of the vessel. D – for destroyer. Destroyer is a small fast warship, Especially one equipped for a defensive role Against submarines and aircraft. D – for double sheet band. Double sheet band is a method of temporarily fastening One rope through the loop of another. This knot is used to tie two ropes with different diameters together. This knot is stronger than sheet band knot. Now I am going to show you how to tie the double sheet band knot. Step one. Tuck the second line and tuck it up through the bite. Step two. Tuck the second line and tuck it up through the bite again. Step three. Tighten the knot. You are done. Всем нахимовцам рано или поздно предстоит непростой выбор. Выбор профессии. Наш репортер Илья Кутузов расскажет о незаменимой профессии на флоте. О профессии связиста. Боевая часть связи БЧ-4 предназначена для обеспечения корабля бесперебойной внешней связи с командованием, взаимодействующими кораблями и частями, для приема оповещений и передачи донесений, а также организации помех работе средств связи противника. В состав БЧ-4 входят радиотелеграфисты, радиомастера и сигнальщики, которые обслуживают средства связи. Корабль без связи с командными пунктами, другими боевыми кораблями в открытом море, становится слепым, немым, глухим и беспомощным. Связь на боевом корабле, всегда и во все времена, считалась наиважнейшим и секретнейшим делом, потому что потеря связи – потеря управления. Вот почему на боевом корабле и в морском боевом походе так важно получить и вовремя передать сообщение, а также не дать врагу перехватить и расшифровать твое сообщение. Единственные связисты БЧ-4, работа которых вина всем, это сигнальщики, которые пользуются у всех уважением и признанием. Ведь они, на виду у всех, машут флажками, сигналист светом и сигнальными флагами и находятся не в уютных теплых боевых постах, а снаружи, на своем сигнальном мостике. Зрительная связь и сигнализация применяется при совместном плавании двух кораблей, для ближней тактической связи в пределах прямой видимости, при плавании вблизи берегов, для связи с береговыми постами, а также для опознавания. Связь на боевом корабле закрыта для непосвященных. Боевые посты имеют ограниченный доступ для личного состава корабля и посещать их, кроме личного состава БЧ-4, имеет второй лишь командир корабля и старший помощник командира корабля. Установленная на кораблях радиоаппаратура обеспечивает надежное поддержание связи с берегом из любой точки мирового океана, во всех диапазонах обеспечивая ее в открытом и засекреченном режиме. А мы продолжаем нашу передачу и вновь рубрика «Годь в студии», и я передаю слово ее ведущему Ивану Тихонову. Дорогие друзья, здравствуйте. Я Тихонов Иван, ведущий рубрики «Годь в студии», пригласил сегодня для беседы капитана третьего ранга, классного рукодителя 82-го класса второй роты Лыкова Александра Васильевича. Здравствуйте. Здравствуйте. И, Оксан Васильевич, можете ответить, пожалуйста, на наш первый традиционный вопрос. Когда вы впервые задумывались о море и кто помог вам выбрать данную профессию моряка? Ну, о море я задумался, можно сказать, с детства. Вот сколько вот себя помню, все время хотел быть моряком, и именно военным моряком. Ну, любовь эта была и к морю, и формировалась она, ну, и по фильмам, по книгам. Так же, наверное, передалось мне и от отца моего, который настолько мечтал быть моряком, ну, из-за ранения, которое получило во время Великой Отечественной войны, он не смог осуществить эту мечту. Поэтому можно сказать, что я осуществил его и свою мечту. И как он мне всегда говорил, что ты отслужил из-за себя и из-за меня сполна. Да, спасибо. А где вы проводили свои морские будни на службе? Ну, службу, военную службу моряка я начал на Черноморском плоте. Это срочная служба была. Три года я отслужил, выполнил две боевых службы. Так вот удалось. Вот эти две службы проходили в Индийском океане. Одна три месяца, другая девять месяцев. Переходили Экватор, ходили практически до Австралии. То есть индийские, получается, доли поперек. Ну, а потом уже на севере служил уже офицером. Вот. 31-й краснознаменной дивизии атомных, ракетных, подводных крейсеров стратегического назначения. На этих кораблях я и служил, в ракетной боевой части. Ну, выполнил 10 боевых служб. Были они и в Атлантике, и, ну, в основном, подо льдами Арктики проходили. Ну, да. Спасибо. А какие самые интересные и самые запоминающие моменты произошли у вас на службе? Ну, на боевых службах они все интересные и трудные, интересные моменты. Особенно запомнились. Это когда с борта подводной лодки мы запускали нашей ракетой космический спутник Земли, Компасов, Вулкан-2. И второй момент, это, конечно, поход на Северный полюс в 2006 году, который ознаменовался не только всплытием полынье на макушке нашей Земли, но и стартом баллистической ракеты, которая точно попала в указанный район. То есть все задачи выполнены отлично. Тогда, конечно, запомнилось. Да, спасибо. Александр Васильевич, какие качества вы выработали у себя во время службы? Ну, какие? Это, во-первых, верность воинскому долгу, своей флотской профессии, дружба, взаимовыручка, добросовестность, выполнение всех поставленных задач командования. Такие, в общем-то. Спасибо. А случались ли у вас на корабле хоть раз революции? И как вы относитесь к данному общественному явлению? Ну, революция – это коренное преобразование в любой области человеческой жизни. Ну, на кораблях таких серьезных-то революций не было. Ну, вообще, если вообще абстрактно к революции относиться. Ну, любые перемены, к лучшему, надеюсь, они, конечно, должны сопровождаться тем, что все то, что наработано человечеством, не разрушать, конечно, до основания, и потом строить все снова, а все это использовать, весь этот наработанный опыт, вот, и идти к лучшему, более совершенному. Александр Васильевич, Нахимовцы нашей роты слышали очень много историй о вашей службе. И сейчас у вас появилась возможность обратиться к Нахимовцам всего училища. Ну, я нашим дорогим Нахимовцам хотел бы, конечно, пожелать флотского здоровья. Вот. И добиваться поставленной цели, идти к своей мечте, бить, как говорится, в одну точку, не распыляться по мелочам. И тогда добьетесь вы своей поставленной цели, мечты. Вот. Ну, и не пасовать перед трудностями. Они всегда будут. Главное – поставить цель и достигать ее. Все будет хорошо. Ну, и, естественно, 7 футов под килем, попутного ветра. Спасибо. И, подводя итоги, я могу сказать словами Павла Саповна, Нахимова, то, что у моряка нету легкого или трудного пути. Есть один путь славный. Мы благодарим наших участников и гостей за увлекательные рассказы. И с нетерпением ждем новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова